Привет, с вами Серж Бузо и возвращаемся к Бразилии. В прошлой серии я доехал до южной части национального парка Шопада Диаманчино и сейчас отправляюсь в путь к одному из самых крутых водопадов, которые я когда-либо видел, да и выдумаю тоже. Он уж точно заслуживает вашего лайка и комментария. Часть пути идет вдоль реки и бывает период с большим количеством воды, когда приходится переплывать реку. Мне же повезло и я спокойно дошел до самого водопада, не намочив ноги. Таким видом, кстати, кемпинг. Хотел выйти все, может чуть попозже, но в 6 член-то приехала какая-то группа, пошли. Я думаю, ай, не пойду я вместе с ними. Вот там уже такая красота, надо будет набрать метров 300, наверное. И вот спустя 2 километра тропы, довольно спокойной, вот первое место, где надо пересекать реку. И сейчас уровень воды невысокий, хоть сейчас как бы и дождливый сезон, но последние 4 дня, по крайней мере, пока я еду сюда, дождей не было. Интересный факт, что вот вода здесь такая красивое отражение, но глазу она чуть по-другому. Она такого вот ржавого цвета. Абсолютно нечистая. Красивенько здесь. Видно, что она такая ржавая прям. Я бы не стал ее пить, но может еще придется. Все в пене, там есть места, где собирается очень много пены. И вот вода сейчас прям черная, черное зеркало. Каньон идет дальше туда. Что, вот и начало каньона, вот и водопад. Сегодня он не такой, конечно, мощный, но все еще высокий, как обычно. Даже не знаю, можно ли здесь пройти или нет, потому что все там. Но я не вижу, как они проходили. Отсюда уже совсем другой вид, когда солнце закрыто. И смотрите, что здесь. Прям отражение воды на этом камне, и там вот дальше вдали. Прям магия какая-то. Когда солнце появляется, то засвечивает. А так вообще шикарно. Вот такой вот тортик крутится с пены. Не буду его рушить. Пены здесь много. Не знаю. Чувака спросил, он что-то где-то органика, что-то органика. Ну, прям рука краснеется. А я пока пытаюсь ловить спутник, но он что-то не ловится здесь, в ущелье, в таком вот. Субтитры сделал DimaTorzok Солнце пропало. Стало как будто уже типа вечер, но на самом деле еще только час с копейками. Не знаю, то ли была эта вода раньше, то ли пошел дождь. Но здесь вообще мало чего попадает. А я, хоть и без солнца, но пойду поплаваю. Я думаю, она, конечно, вода здесь супер холодная. Но что-то так вот прийти сюда и не поплавать. Ну, конечно, тут особо не наплаваешь. В такой темноте не видишь за камень. Ух, на что напоришься. Освежая творичка. Все, два часа, никого уже не осталось. Один я. Здесь на камушке сижу. И не знаю, как слезть. Ну, конечно, знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Я думал, что вот сегодня сбегаю туда-обратно спокойно. И можно еще кое-нибудь выехать в следующий город в 30 километрах. Или на следующий водопад. На следующий водопад тоже не хочу. Он, в принципе, в большом счете такой же, только в миниатюре. Высота меньше. Следующий город 30 километров. Почти все без асфальта. И еще на Борне. Я буду отдыхать. Я бы еще, может быть, и завтра отдохнул бы денек. Ну, у меня уже еда закончится. Здесь вроде ничего такого нет. Ну, и место такое есть такси. Простое. И вот сейчас мало воды. И я нигде не видел, чтобы сбоку где-то текло. Чтоб нам брать попить. А эту воду, конечно, ржавую я б... Может, она и не вредная. Но я бы, конечно, не стал бы рекомендовать ее пить. Поэтому то, что я взял пол-литра, сейчас у меня сухо во рту. Не хочу даже нигде останавливаться, отдыхать. Хочу вернуться и пить воды. Пить воды хочу. Все. Так, этот волшебный водопад позади. И новый день. Выезжаю. Впереди на 30 километров подъема на 900 метров. Это только по гуглу. А гугл еще часто занижает. Поэтому успеть бы на обед. Даже на конец обеда. И сегодня суббота. И я понимаю, что в лучшем случае я успею на конец обеда. И магазин уже будет закрыт. Если там есть какой-то супермаркет, он уже не будет работать. А еду у меня практически не осталось. Ну, что-нибудь найду. Все. Помчался я туда. Ну, как помчался? Пошел скорее. Ну, где-то и поеду, конечно. Но даже когда вниз едешь по таким спускам, особо не разгонишься. Приходится держать тормоза хорошо. И если отпустишь, разгонишься, то все. Там уже и не остановишься. Потому что какие бы ни были тормоза, вот по такому камню, особо не затормозишь. Особенно с моими этими покрышками. Да, между последним и предыдущим кадром прошло всего несколько минут. А я поменял майки. И укрыл голову. Потому что перестал лить дождик небольшой. И вылезло солнце, которое стало жарить. И, кстати, да, я вот второй день в этой майке. Потому что у меня все майки с длинным рукавом. Уже грязные. Воничьи, надо постирать. Я чуть вчера... У меня и мыло закончилось. Можно было, конечно, попросить. Но вчера было немножко не до этого. И вот теперь мне придется второй день в одной майке. Дорога здесь, смотрите, какая не самая спокойная. Как обычно, то вверх, то вниз. Особо не поснимаешь, держа камеру в одной руке. Потому что можно забуриться. Очень даже запросто. Здесь на пути человек сидит, отдыхает. Только что-то он, по-моему, пьяный. Напился. И спит даже. Сигареты не докурил. Мео Мега Жоя. Палатка моего друга Ижоя. Есть такой тут Жоя. Типа, все отлично, все прекрасно. Но вот у него здесь все прекрасно. Я так понимаю, борода белая, это значит Санта-Клаус летом здесь проводит время. Хотя, когда здесь лето, у него там зима, ему там надо работать. Вот такая вот прекрасная долина. И мне где-то вот на высоту этих, этого плато, надо будет подниматься. Не знаю, сегодня или попозже, но в любом случае надо будет. Смотрите, какие здесь домики. Не хоббитов, конечно, но какие-то юрты, каменные. Здесь капуста внутри. И там тоже выглядит заброшенным. Что-то не доделал или забросил. Больше похоже на забросил, потому что здесь вот, не знаю вот честно, для чего, это такая вот штука. На чем здесь кататься, на роликах? Она уже выглядит. Хотя я не сказал бы, что старая, краска новая. Очень красиво здесь ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это путешественник. Смотрите, какой перепад высот. Тут с велосипедом идти. Не то, что ехать, идти очень тяжело, ну, когда с сумками. И вот оттуда я выехал, с этого ущелья. Очень резкий перепад. Ну, там начинается асфальт. Надеюсь, еще метров 200 вверх. Но с асфальтом, конечно, должно быть полегче, если там до конца будет. Это будет вообще отлично. И я вот вылез оттуда. Отсюда, с этого ущелья. Там тоже был подъем. Потом спуск. И вот сейчас опять подъем. Все, вот 30 метров. И асфальт закончился. Ну, может, 50. Но, тем не менее, спасибо хоть за это, потому что тут такой уклон, что, наверное, и машины бы не поднимались, и я бы не смог. Я бы точно проскальзывал. Итак, я в городе Ебиаквара. Уже прошел дождик. А это территория кемпинга. Никого в кемпинге нет пока. Ну, только владельцы. Я решил все-таки. Можно было пообедать и ехать дальше, но я решил отдохнуть, потому что и так 4 дня крутил, потом поход, потом опять эти 30 километров жесткие. 920 метров на 30 километров набор. Я решил вот отдохнуть вином. Йогурт на завтра взял. Йогурт дороже, чем обычно. 11 риалов, но он потому что прямо здесь сделан. То есть, это поэтому я взял. А это не причина, почему он дороже. Я бы не брал, если бы он был сделан где-то в другой. Я бы взял другой, там был за 7. А этот 11. Ну, у этого еще вкусы. Вот маракужа обычно нету. Маракуйя. Был еще с кофе, но я потом решил все-таки. Здесь маракуйя растет, поэтому будет с маракуйей. Печенье, вино. Там яйца. Сварю яйца, буду есть. Вот вино. В одну цену, что йогурт, что вино. Это дешевое бразильское. 2 доллара, 2 доллара. Доллар, яйца, почти 2 доллара. И кемпинг здесь. Вот здесь кухня. Кемпинг стоит 35 реалов. Я спросил скидку, я так не понял, даст он или нет. Он спросил, на сколько я останавливаюсь. Но я пока точно на одну ночь останавливаюсь. И, может быть, до обеда еще здесь поторчу. И... О, красиво как. Такая веранда. И какие-то цветы. Таких я раньше не видел. И эти пчелы безжалостные. Точнее, безжало. Ага. Что растет? Это... О, розы растут. Как раз после дождя. Лимоны. Какие-то цветы. Не знаю, какие-то ягоды можете... С этой пальмы можно есть, может, нельзя. Там апельсины, скорее всего. Манго. Это... Вот есть ассирола, она более сладкая. А эта, по-моему, называется питанга. Вот она тут. Она такая более ребристая и более кислая. Угу. Питанга. Она даже слегка горьковатая. Тем не менее, вкусная. Съем еще. После дождя еще все так красиво выглядит. О, а здесь старфрут, и прям никто не рвет. Но когда я один раз, больше года назад, видео сделал, и бразильцы начали писать, нельзя это есть. Это вредно для печени или для почек. Для чего-то вредно. Ну, я думаю, если осторожно, то можно. Блин. Он сладенький, такой уже перебродивший. Звездный фрукт. Класс. Все, остаюсь, буду здесь есть. Потому что вот, смотрите, сколько. Буду неделю жить, и есть фрукт. Потом сделаю брашку. Мой папайя здесь. Или папайю все-таки. Ага, ее почистили. А то здесь, типа, удобрение. Доброе утро. Вот здесь прячу велосипед. И сейчас отправляюсь в тропу 6 километров на верх водопада, который я посетил. уже в Фумасине. Надо как-то перебраться здесь. А, вот здесь тропинка. Водопад Фумасине, который я уже посетил. Только хочу зайти сверху и записать видео с дрона. Если, конечно, он из-за потери сигнала не захочет сам снижаться и не упадет туда, в ущелье. Я вышел где-то там, в 200 метрах, чуть выше этой речки, и понял, что по карте, что не иду не туда. Я решил, что лучше я по речке, по камням пройду, потому что будет проще, чем по кустам. Хотя кусты здесь не сильно большие. Но вот здесь намек. Если не знаете, вот люди составляют такие пирамидки, чтобы было понятно, что это верный путь. Так я путь нашел. Что ж, вот этот каньон, несколько дней назад я проходил там внизу, а теперь я сверху. Но сверху видно не так много, потому что основной водопад начинается чуть ниже, метров 30 ниже. Продолжение следует... Все остались последние метры. Здесь вот болотце небольшое прошел, но сейчас воды мало. Вот все в этих деревьях с цветами, с фиолетовыми цветут. Тут с какой-то травой перемешались. Тоже с цветами. Папоротники и другие растения. Я себе немножко ноги порезал. Вот и дорога. В общем, три с половиной часа ушло. На все про все. 12 и 200 метров. Странно показал. Здесь я ночевал. А мой велосипед где-то дальше. Проверяется на месте. И вот здесь такие шикарные виды с этой скалой. Все зелено. Это кофе. Молодые кусты. Субтитры сделал DimaTorzok Можно подумать, что ветер сейчас мне будет помогать. Спина, но нет. Я еду в ту сторону. Здесь просто подножку удобно было поставить. Нужна неровность. Чтобы велосипед стоял. Но подножка-то уже больше двух лет. Держится и никаких проблем. Longus. Google карты писали, что это почти ровно. На самом деле, конечно, вниз больше, чем вверх сейчас. Но есть такие резкие моменты горочки. Смотрите здесь. Одни сидят. Какие-то зеленые кузнецы. Зеленые сидят. И черные сидят. И еще муравьи на этом кустарнике или дереве. Вот этот фрукт. Фрукт долоба. Волчий. Волчий фрукт. Который я уже много раз видел, но еще ни разу не ел. Потому что он такой сомнительно съедобный. Уф, фура летит нормально так. И здесь все в округе, в больших кругах. Даже на картах Google. Даже что на Google? Даже на Maps.me, где обычно никак не указывают поля или что-то такое. Все в кругах. Здесь какие-то фазенды. И вот они поливают в центре, получается, штук. Идет по кругу. Вот здесь вот один такой кружочек есть. Но нет, и горочки не видно. Вот так вот люди у дороги. Ростык домов, без забора. Ну, есть какая-то территория. Вот так вот живут. Спасибо. 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 Спасибо.